Я хотел бы рассказать вам свое свидетельство, как я спас или как я встретился с Богом. Вообще, на самом деле, в самом начале хотел бы вот что сказать. Дело все в том, что как вот в Библии написано, что никто не может прийти к Богу, если его не призовет Отец. Никто не может прийти к Иисусу, если его не привлечет Отец. Самое удивительное, что потом Иисус нас отправляет к Отцу. Ну и это немножко другое, но все же. Это важный очень момент. И так произошло в моей жизни. Вообще, что касательно моего свидетельства, свидетельства моего спасения, оно порой бывает не то чтобы воспринято. Но порой иногда думаешь, ну что такого говорить. Я был нормальным парнем. Я учился в институте, мне было 19 лет. И у меня не было проблем с законом, с наркотиками, я не был наркоманом, я не погибал где-то там в подвалах, там еще что-то. Потому что очень часто такое, так люди воспринимают человека, который пришел к вере, что это, как правило, человек опустился на какое-то дно, или был какой-то серьезный кризис в жизни. Какая-то там боль, болезнь или там зависимость. И вот Бог его спас. Это яркое свидетельство Божьей любви, чудо и так далее. У меня не было такого, откуда меня нужно было бы спасать. Вот ну как бы по таким простым понятиям или по каким-то явным признакам. Я был просто обычным парнем. Я был обычным студентом. Я учился на первом курсе, на втором уже перешел. И у меня нормальные родители, у меня есть мама, папа, брат. Мы все друг друга любим. То есть все было замечательно, все было хорошо. Но так интересно, в моем детстве в нашу семью, или в нашу семью, в наше окружение, залетело некое духовное учение такое, которое как раз о Боге говорило с точностью до наоборот. Говорило не о его любви, а о том, что он не любит людей, наоборот, их ненавидит и так далее. И такие аргументы были интересные еще. Знаете, если Бог любит людей, почему он от них прячется? Вот если бы он их любил, он бы не прятался. Ну и так далее. Ну, в общем, так или иначе, это было детские какие-то такие мои воспоминания. Но самое интересное, что это отложилось, как будто где-то в памяти. И отложилось, отложилось и ушло. То есть это было как некая вспышка такая, какое-то время небольшое. И потом уже в конце школы, в 10-м и 19-м классе, у меня появился друг, который знал о Боге и о вере больше, чем я. Ну так. И у нас с ним были споры на эту тему. Он мне что-то доказывал, объяснял, кто такой Бог, что он нас любит и так далее. Там про динозавров, почему люди произошли не от обезьян. Ну что-то, короче, мы с ним спорили, всякие такие вещи. И он как бы был вроде верующим, но мы хулиганили с ним вместе. И хулигали, но он так же, как и неверующий. Но так или иначе, он был первым человеком, который мне что-то говорил вообще о Боге и свидетельствовал мне как-то. Но все это проходило как-то мимо. То есть мы поспорим-поспорим и все. И когда школа закончилась, пришло время поступать, ехать. И мы вместе с ним, и с еще одним другом, мы втроем, три друга, которые мы дружили в школе еще. Мы вместе с ним поступаем на актерский курс, приезжаем в Петербург, в высшее учебное заведение, начинаем учиться. И это было круто, потому что мы могли друг друга поддерживать. Это было классно все. И так получилось, что у нас на курсе, на котором мы учились, уже были верующие ребята, которые молились, верили Богу, читали Библию. И я только потом узнал впоследствии, что они молились за нас, молились за меня. Прямо вот целенаправленно, поименно. Вообще они молились за всех, за всю группу. И однажды, в какой-то момент, это была весна, конец первого курса, мы жили в общежитии. Я прям помню этот момент, как однажды в комнате своего общежития я вдруг остановился посреди комнаты и внутри себя услышал такую фразу или решение такое. Она звучала так, пора тебе познакомиться с Богом. И это было так ярко и в то же время так просто и так естественно. И вместе с этим я понимал, что это не просто мое какое-то умозаключение. То есть, это было прямо какое-то решение. Оно вдруг раз пришло ко мне и я его просто прямо принял. То есть, это не то, что, знаете, бывает, пришла мысль, ты начинаешь сомневаться, думать так или не так, нужно делать не нужно. А тут прям вот четко, пора, пришло время. И это было так просто, что с ним можно было познакомиться просто, как будто он сосед, который живет за стенкой. И вот мы прожили уже целый учебный год и я даже с ним не познакомился до сих пор. Как-то неприлично. А с ним можно познакомиться и причем познакомиться как с личностью, что можно поговорить, можно задать свои вопросы, можно получить ответы. Вот можно дружить и даже так. Поговорить мне было не с кем на эту тему. У меня просто внутри пришло решение. И однажды брат моего друга, который мне рассказывал о Боге, с которым мы спорили, он тоже учился в нашей группе, так как это случилось все вместе. Он был давно уже верующим. И он зашел в нашу комнату, а так как тема была весной, все приближалось к Пасхе, он как-то бросил фразу такую, не путай религию с верой. И вот тут меня это зацепило. Я понял, что он знает то, чего не знаю я. И он тот, кто сможет ответить на большинство моих вопросов. Я говорю, мне нужно, чтобы ты мне объяснил. Он говорит, я сейчас не могу, я убегаю и так далее. Я говорю, я тебя поймаю. Я его поймал дня через три, наверное, и мы с ним часов в пять просидели в коридоре общежития и ночью мы долго-долго разговаривали. Я у него все спрашивал, выпытывал, у меня было масса вопросов. Он на них отвечал, так или иначе, полезно или не полезно, но мы с ним долго разговаривали. Я понял, что он знает и понимает что-то, и он может меня познакомить с ним. Как такой проводник некий. Я говорю, окей, хорошо, когда ты идешь в следующий раз в свою церковь? Он говорит, ну тогда ты тогда-то. Он собирался, шел на домашнюю группу, не просто на воскресное богослужение, а на домашнюю группу. Я говорю, окей, я иду с тобой. Я еще взял с собой девушку и мы пошли вместе на эту домашнюю группу. Она была крайне любопытной для меня, особенно тогда. Это все выглядело очень странно. Собрались молодые люди, которые вместе пели быстрые песни, медленные песни. Это было довольно долго. Они потом молились, потом начали молиться за моего друга, который меня привел, собственно говоря. Он упал, они за него молились, возлагали руки. Это просто было. Я сидел, главное, еще в противоположном углу от выхода и мне было не уйти, потому что они все стояли посередине, заполнялись всю мою комнату. Это длилось, казалось, час, вообще просто какое-то бесконечное время. Но не могу сказать, что я думал, что это все как-то неправильно, что люди беснуются и так далее. Больше был такой страх от непонимания. То есть я не понимаю, что происходит и почему они так делают. В конце концов, постеснялись бы, здесь же я, незнакомый человек. Когда все закончилось, мы начали разговаривать. И вот когда мы начали разговаривать, я увидел в их глазах того Бога, с которым хотел познакомиться как раз. Простой, любящий, не наполненный какими-то невероятными тайнами, которые вот даны только избранным и так далее. Нет, который просто открыт к людям, который наполнен любовью. И мы просто с ними разговаривали. Мы открыли Библию, прочитали какой-то текст, обсуждали его. И каждый мог делиться своим мнением, своими мыслями. Это так интересно было. Но у меня были тогда, на самом деле, как правило, одни, одного толка вопросы. Как можно было увязать, чтобы с Богом дружить, и в то же время не оставлять свой прежний образ жизни, который не сильно, но был наполнен не совсем правильными вещами. Мы разговаривали про это. Я задавал вопросы, понимал, что никак не увязывается. Но мне так хотелось это увязать. Но я понимал, что рано или поздно придется делать выбор. Либо так, либо никак. И самое страшное, когда в какой-то момент в другом эту зашел человек, который гораздо был старше нас. Это был пастор церкви. Оказывается, это в его доме вообще проходила домашняя группа. И мне сказали, ну вот, поговори с ним. Тут мне вообще охватило некий такой страх. Думаю, ну вот, если я их бы мог уболтать или переговорить, то его-то точно, наверное, нет. Он сел, мы начали разговаривать. И он говорит, ну что ты хотел спросить? Я ему долго пытался сформулировать вопрос свой, как бы, чтобы он меня правильно понял, он меня долго слушал. Потом сказал, слушай, ну я тем что я сейчас отвечу. Но, говорит, главное и первое, что хотел бы тебе сказать, Иисус любит тебя. И так удивительно, что фраза такая сбитая. Ее столько раз уже много муссировали, столько раз ее использовали и в кино, и на телевизоре, и в анекдотах, и везде. И просто и глумились над верующими. Ну все, это уже так много всего было. Но в тот момент на меня это произвело какое-то особенное воздействие. Меня реально обсыпало мурашками. Я не знаю почему, но вот так. И потом мы что-то с ним говорили, и я уже не помню даже, о чем мы говорили, но эту фразу я запомнил. И когда я ехал домой уже вечером, после того, что все произошло, для меня мир просто раскрасился цветами. То есть он стал цветным, как будто. Я понял, что что-то изменилось. Я любил всех и вся. Мне все нравилось. Мне мир нравился. Мне люди нравились. Я полюбил людей. Почему-то, я не знаю, это просто что-то особенное было. Это сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что все равно все решения человек принимает внутри себя и в сердце. И неважно, вышел он каяться на молитву покаяния в конце служения или в начале служения, когда происходит в церквях или нет. На самом деле все произошло внутри. Если человек что-то делает, решение он принял, как правило, за много ранее. Я понял, что в моем сердце тогда уже все произошло и все решения уже были приняты тогда. И когда я ехал в метро, самое удивительное, что прямо там, в метро, в этом многомиллионном городе, я вдруг встречаю своего знакомого, который предлагает мне употребить наркотики, чтобы посмеяться и повеселиться. Я еще думаю, главное, как мы с тобой могли встретиться вообще. Я говорю, слушай, мне вообще сейчас ничего не нужно. Мне настолько хорошо и настолько круто, что просто вообще это какой-то, ну, я даже не знаю, с чем это сравнить. Сравнить, что это невероятное, грандиозное, грубо говоря, сравнить просто выгоды и позитивы всей жизни по сравнению с тем, что, не знаю, сейчас там, поесть или попить. Ну, просто какие-то несоизмеримые вообще вещи. Вот. Я приехал в общагу, и друзья на меня смотрят странными глазами. Они спросили, а ты никого не встречал по дороге. Я говорю, встречал, но причина вообще не в этом. Я был настолько наполнен радостью и позитивом. И так удивительно, что это невозможно объяснить человеку, который этого не пережил. Это как один человек очень хороший пример перевел. Он говорит, я, говорит, в своей жизни пробовал зеленый авокадо. И он, знаете, такой кислый на вкус. И ты когда рассказываешь человеку, который его не пробовал, он говорит, а, кислый, да, как лимон. Ты говоришь, нет, не как лимон. Но он такой кислый, такой, как уксус. Нет, не как уксус. Ну, понимаешь, ну, вот, ну, как зеленый авокадо. Вот. То есть, ты пока не попробуешь, тебе не объяснить. И когда ты рассказываешь о своем, о светестве своего спасения людям верующим, они тебя понимают, потому что они сами это пережили. А другому человеку объяснить невозможно. То есть, ты какими-то урывками, какими-то, не знаю, не можешь подобрать слова. Вот примерно в тот момент было так же у меня. Я пытался им объяснить, ничего объяснить не смог. И было как-то любопытно все это дело. Но я пытался им как-то сказать, я настолько сейчас люблю жизнь и мир, что вот, вот, хочешь, не знаю, хочешь полы помоем. То есть, это вот так вот было. То есть, в общежитии человек, который готов помыть полы, то есть, это прямо было, я надеялся, что это произведет на их впечатление, не произвело. Вот. Но все равно это было, я пытался как-то это донести, объяснить и объяснить. И возвращаясь в начало, о чем я говорил, что это вот как раз тот момент, когда это подтверждается слово, что не может человек прийти к Богу, если Бог его сам не позовет, как бы не привлечет, не пригласит. Это невозможно. Плюс заключается в том, что Бог приглашает каждого человека, всех. Другое дело, что кто-то откроет свою дверь, своего сердца, кто-то нет. Слава Богу, у меня как-то хватило Божьей благодати и мудрости это сделать. Я вообще верю в то, что, вот как говорят уже человек, вот человек живой, там, и может быть живой, а может быть как бы и живой одновременно, и в то же время как будто бы мертвый внутри. Это знаете, как дерево, которое растет. Вот оно растет, оно живое. Есть листики, есть какие-то плоды вырастают, там, яблочки или там не яблочки, неважно что. Оно цветет, иногда бросают листья, но оно живое. И есть дерево, там, скажем, метла или стул. Это тоже дерево, но оно мертвое дерево, оно не растет. И цикл его понятный. Оно в итоге закончит все поломанное или, ну, как, в общем, неважно. И вот с человеком и с его верой это точно так же. Человек, который верит, который встретился с Богом, это как человек, который живет, вот он имеет жизнь внутри. И в то же время человек, который так же вроде живет, но с Богом ничего не имеет, не имеет ничего общего. И вот это как раз ощущение того, когда человек вроде бы и жив, и мертв одновременно. Я очень хочу и желаю, чтобы люди жили и имели жизнь внутри себя. Чтобы вы жили и имели жизнь внутри себя. И будьте благословенны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова